В КФУ прошла 11-я международная конференция о колоземной астрономии и космическое наследие. Обзор новостей КФУ. Смотрите выпуски. Казанский университет запускает совместную с фабрикой предпринимательства образовательную программу. Проректором по финансовой деятельности КФУ назначен Решат Газизуллин, ранее занимавший должность советника при ректорате КФУ. Он будет курировать финансовые подразделения вуза в должности проректора. Важно отметить, что Райса Мулакаева, ранее работавшая на позиции проректора по финансовой деятельности, переходит на должность советника при ректорате университета. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете прошла 11-я международная конференция околоземной астрономии и космического наследия. Конференция посвящена столетию Международного астрономического союза и 225-летию с профессора Казанского университета и первооткрывателя Антрактиды Ивана Симонова. В Казанском федеральном университете прошла 11-я международная конференция околоземная астрономия и космическое наследие. Данная конференция проходит второй раз в Казани. Основные секции конференции – малые тела Солнечной системы, средства и методы изучения малых тел Солнечной системы, а также астероидно-кометная опасность и космическое наследие. Тематика посвящена малым телам Солнечной системы и космическому мусору. У нас в Казанском университете достаточно большая школа, которая занимается именно малыми телами. У нас целый ряд уникальных телескопов, которые занимаются именно наблюдением таких тел. А также мы занимаемся кометами, то есть кометной астрономией. Вот эти все наблюдения, специалисты, которые работают в Казанском федеральном университете, они участвуют в настоящей конференции. И делается шесть докладов по наблюдениям именно на Казанских телескопах. Конференция посвящена столетию Международного астрономического союза и 225-летию профессора и одного из ректоров Казанского университета, первооткрывателя Антарктиды Ивана Симонова. Участие в данной конференции приняли российские и зарубежные ученые, работающие в области космического освоения планет и их спутников, действующие космонавты и представители космических ведомств. Одним из фокусов развития Казанского университета была, есть и будет наука, которая называется астрономия. Инфраструктура, которая создавалась уже, можно сказать, веками, эта инфраструктура работает сегодня, работает достаточно блудотворно. И то, что такие известные ученые, как вы, приехали сегодня в Казанский университет, очередное тому подтверждение. В рамках конференции «Околоземная астрономия и космическое наследие» пройдет шестая международно-молодежная школа конференции «Космическая наука», в которой примут участие более 100 школьников и студентов. Лекции для них прочитают известные ученые. Ильвира Зорина, Ленардо Вельтьяров, Универньюс. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло торжественное вручение дипломов выпускникам аспирантуры Казанского федерального университета. О том, как это было, смотрите далее. 220 выпускников Казанского федерального университета впервые получили диплома в окончании аспирантуры, как третьего уровня высшего образования. Торжественное вручение состоялось в малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». При участии проектора по образовательной деятельности вуза Дмитрия Таюрского. Позвольте вам пожелать всего доброго в вашей дальнейшей научной жизни, в производственной жизни, у кого как сложится. Пожелать вам крепкого здоровья, поскольку без здоровья не будет никаких успехов ни в науке, ни в семье и нигде. И пожелать вам немножечко удачи, чтобы всегда фортуна смотрела вам в лицо. Всего вам доброго. Первыми свои заветные дипломы получили аспиранты, которые уже защитили диссертации по соисканию ученой степени и кандидата наук. Всего в этом году их было 19. Получение диплома об окончании аспирантуры – это не завершение обучения, это его продолжение. Это путь в науку, сложный, кропотливый, но интересный и творческий процесс. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. 30 сентября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие 9-го Всероссийского литологического совещания. Литология осадочных комплексов Евразии и шельфовых областей, работа которого продлится до 3 октября. Участниками являются исследователи со всей России и зарубежных стран. На конференции планируется обсудить достижения и современные проблемы литологии. Совещание проводится раз в 4 года, Казань же принимает его уже во второй раз. А 29 сентября в Казанском федеральном университете стартовал новый учебный сезон детского университета. Я в первый раз в этот институт пошла. Тут интересно так. Я всегда пришла, потому что я люблю учиться, мне здесь нравится. Открытие уже 9-го сезона прошло в Малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс», где собрались взрослые и дети в возрасте от 8 до 14 лет. В течение всего учебного года слушателям будут предложены интерактивные лекции на различные темы. Занятия будут проходить по воскресеньям в Малом зале КСК КФУ «Уникс» в 10 часов утра. В стенах Казанского федерального университета прошел творческий конкурс дизайнеров «Хэритэйдж». В конкурсе участвовало более 100 участников из разных уголков России. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям, такие как качество исполнения, креативность и актуальность в номинациях «Детский стиль», «Сценический костюм» и «Образ». 27 и 28 сентября в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся школьный хакатон в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Участники решали задачи по бизнес-администрированию робототехники и программированию. По итогам двух соревновательных дней учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета продемонстрировали лучшие результаты и стали победителями всероссийского конкурса. 27 сентября руководитель Елабужского района Рустем Нуриев со знакомительным визитом посетил учебные здания Елабужского института КФУ. Гости познакомили с историей образовательного учреждения и условиями обучения студентов. Директор института Елена Мирзон рассказала о научном потенциале вуза и реализуемых образовательных проектах. Рустем Нуриев выразил уверенность в том, что город сможет достойно организовать и провести августовское совещание работников образования в следующем году. 13 магистров Канадзавского университета Японии прошли стажировку на предприятии Форт Солерс Елабуга и в Елабужском институте КФУ. Стажировка стала возможной благодаря партнерской программе мобильности студентов Казанского федерального университета и Канадзавского университета. Также в рамках стажировки состоялась встреча делегаций из Японии и студентов нашего вуза, организованная клубом «Интернациональная дружба «Юните». Казанский университет запускает совместную с фабрикой предпринимательства образовательную программу по технологическому предпринимательству. Все подробности узнаете в сюжете нашего корреспондента. Казанский федеральный университет и фабрика предпринимательства запускают образовательную программу по технологическому предпринимательству Мы начинаем новую программу, это программа практико-ориентированная То есть мы поставили перед собой цель показать студентам, что во время обучения в университете они могут реализовать себя в проектной деятельности Это не означает, что каждый из них должен стать бизнесменом или создать свой бизнес-проект Это означает, что мы хотим показать им, как в той предмет области, в которой они проходят обучение, они могут сформировать какой-то свой проект Программа разработана для студентов и научных сотрудников вузов Республики Татарстан на основе лучших мировых практик, сборки и развития стартап-проектов Что мы хотим сегодня анонсировать, что мы в рамках взаимодействия с американским институтом, называется Густерский политехнический институт Начинаем открывать здесь проектный офис, которых в сегодняшнем мире находится 50 В России, по-видимому, такой офис будет на базе КФУ Основная задача его – сформировать межуниверситетские команды для реализации тех или иных проектов, которые интересны для тех или иных заказчиков в различных странах мира Таким образом студенты получат возможность научно взаимодействовать со своими сверстниками из других стран и участвовать в междисциплинарных командах Я хочу сказать спасибо Казанскому федеральному университету за то, что он дает возможность посетить такие мероприятия, послушать лекции о бизнесе Обычно подобные собрания, подобные мероприятия бывают платными и, как правило, достаточно дорогостоящими А тут, пожалуйста, такая возможность просветиться, узнать, повысить свои навыки в каких-то вопросах Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс На этом у меня все, смотрите нас в социальных сетях, еще увидимся, пока